В Югру приехали советники уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Они изучают опыт работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Специалисты планируют работать в округе 4 дня. Накануне они побывали в Сургуте. Сегодня советники посетили Нижневартовский комплексный центр социального обслуживания населения. Здесь работают около 200 человек и действует 10 подразделений. Уже 3 года функционирует отделение для несовершеннолетних. Сейчас здесь находится 8 детей. Как отмечают специалисты, причиной является не только ненадлежащий уход родителей, но и проблемы со здоровьем, низкая успеваемость и психологические проблемы. Коллеги отметили, что очень большой процент социальной реабилитации и большую число детей возвращаются в семью. То есть это активная работа с семьей и активная работа с детками. Из того, что представлено, я бы отметила, наверное, очень высокий уровень. Профессионализм наших коллег, потому что систематизированная, структурированная информация, позволяющая моментально понять суть работы данной организации. Кроме того, учреждения взаимодействуют с различными организациями, в том числе с Нижневартовской окружной клинической детской больницей. Здесь располагается подразделение, где находятся дети, которые временно остались без попечения родителей. Их социально адаптируют, оказывают психологическую помощь. Ежегодно через это отделение проходят до 150 детей. Конечно, для этих детей им не важны больничные стены, им нужна комфортная домашняя атмосфера. И здесь, конечно же, есть воспитатели, то есть они медсестры. Есть уютные, ну, такие более к домашними предмежены палаты, где они могут находиться, похожие на комнаты. Игровые, где они могут поиграть, посмотреть телевизор. И создана такая уютная домашняя атмосфера, чтобы дети не чувствовали себя брошенными. Все о пациентах с Ургутского кардиоцентра врачам расскажут умные браслеты. Новая информационная технология только начинает внедряться в медучреждения, но уже приносит результаты. Сейчас браслеты одевают всем, без исключения госпитализированным пациентам. Но использовать их можно только в реанимационном и операционном блоках. Эти отделения были выбраны в качестве первых, где внедрятся умные технологии не случайно. Именно там врачам необходимо как можно оперативнее получить информацию о госпитализированном. Начиная от полной истории болезни до препаратов, которые они принимают. В кардиоцентре есть три вида браслетов. Белый выдается всем при поступлении. Красный обозначает, что у пациента есть аллергия. Желтый надевается больным, которым требуется помощь в перемещении. Как рассказали в медучреждении, в течение этого года сканирование браслетов станет доступно во всех отделениях центра. Расскажу случай из своей практики. На дежурстве я потошла по переходу. У нас длинный переход, и пациент лежал, ему было плохо. Я подошла, уточнила, посмотрела, в каком отделении. Я сопроводила пациента, оказали помощь. Но давление повысилось, стало пациентке плохо. Она не смогла дойти до своего отделения. То есть остановилась в переходе. Нам помогло быстро, без помощи компьютера, определить, с какого отделения пациента, сопроводить его, и там ему помощь уже оказать. За сутки у доверчивых югорчан украли 5 миллионов рублей. Сразу 7 человек обратились в окружные отделы полиции с просьбой наказать аферистов. Один из них – 55-летний житель Сургута. Мужчине позвонил лже-банкир и сообщил об утечке личных данных. Аферист предложил взять кредиты и перевести средства на безопасный счет, чтобы никто не смог воспользоваться его персональными данными. Испуганный сургутянин немедленно оформил займы почти на 3 миллиона рублей и перевел все деньги киберпреступнику. Кроме того, его доверчивая супруга также оформила несколько кредитов и передала мошенникам почти миллион рублей. После того, как преступник получил деньги, он перестал выходить на связь. А супружеская пара обратилась за помощью в полицию. Добавлю, сейчас по всем фактам мошенничество ведется расследование. Продолжение следует...